Получается, что Мархи не только кузница кадров для отечественного градостроения, но и вообще для искусства? Именно так. Сегодня этот вуз называется Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук. И ее ректору Дмитрию Олеговичу Швидковскому сегодня исполняется 60 лет. Юбиляр у нас в студии. Дмитрий Олегович, рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Спасибо большое. Дмитрий Олегович, вы из семьи потомственных архитекторов. То есть можно сказать, что вы выросли на строительной площадке или, может быть, даже в кабинете, заваленном чертежами? Знаете, я вырос, что называется, в чистом поле, потому что родители с трех лет начали меня возить на памятники архитектуры. У меня и папа, и мама были историки архитектуры. Только дедушки строили, вот мамина, отец построил большой каменный мост. Да. Подождите, я сразу прерву вас. Вы как-то сказали, что он, когда строил этот мост, заложил там какую-то колоссальную прочность, да? Двенадцатикратную. Да зачем? От страха. Потому что это был 37-й год, и он так боялся. И его арестовывали 17 раз. Ух ты ж. По всяким наветам. Но он был все-таки не глупый человек. Хотя, так сказать, по-житейски не слишком, но тут все-таки его хватило. Он был и главным автором проекта, и главным производителем работы. Его как арестуют по очередному доносу, стройка останавливается. Потому что никто отвечать за этот мост у Кремля не хочет. Его выпускают по семейной легенде. Его со всем творческим коллективом, который посадили на баржу во время испытаний под мост. А там ездили танки. Танки – это ерунда для моста. А вот когда там шагают солдаты в ногу... Потому что вибрация, да? Да, резонанс. И все получилось хорошо. Его наградили. Не зря закладывал. Да, да. Его наградили. Подарили тулуп. Он у нас до сих пор висит. Я даже в нем ходил в школу. И вас, в том числе, и на этот мост водили, показывали другие объекты. И получается, что вас еще, насколько я знаю, отец буквально заставлял записывать все впечатления. Это был ужас моего детства. Потому что, причем необычные впечатления, его совершенно не интересовало, что я ел, во что я играл, там, или что... А архитектуру описывать, да? Архитектуру описывать. Такая была для меня вообще мука. Представляете, вот возят тебя в 5, ну не знаю, в 8 лет или в 9. Целый день, там, с утра до вечера, еще по жаре. Да какие-то непонятные какие-то эти здания все время еще требуют, чтобы ты узнавал стили. Вам бы в песочнице играть или с друзьями бегать? Ну, конечно, да, на велосипеде хоть покататься. Но, честно говоря, я все-таки не жалею, потому что я все-таки выбрал то, что хотел, в конце концов. Я немножко практикую, но очень немного. Но, прежде всего, я историк архитектуры. А история – это то, что я хотел заниматься. Разрушение таких исторических памятников, как Нотр-Дам-де-Пари, наверное, историки архитектуры воспринимают как личную трагедию? Ну, вот для меня почти что так. Тем более вы изучали, да? Да, тем более, что я 20 лет читаю историю готической средневековой архитектуры. Вообще, как это неудивительно, но есть парадоксальная вещь. Вот наслоения, которые были в 17 веке, в 18, в 19, они сгорели. Где же эти деревянные вот тубовые перекрытия? Они уже, это не 13 век, они не могли бы выдержать это. А вот готическая конструкция, то есть 12-й, там, 13 век, она вся сохранилась. Дмитрий Олегович, вы еще как-то сказали, что вообще вот средневека – это чуть ли не лучшее время для архитектуры, но при этом самое загадочное время, потому что много тайн, которые до сих пор не разгаданы, как были построены те или иные построения. Да, да, ну вот в частности с тем же Нотр-Дамом. Да. Ну, существует классическое описание, там, 19 века, как работали его конструкции, как они держались. Это, значит, вот свод, он осуществляет тяжесть, он, во-первых, действует, и распирает его. И, а стены тонкие, очень, они не держат ничего. Зато вынесены опоры наружу, так называемые контрфорсы, это большие столбы, которые с двух сторон стоят по бокам собора, и им переброшены несколько таких мостиков, которые называются аркботанами. И вот эти вот силы, распоры и тяжести, они передаются на вот эти вынесенные опоры. Это вообще гениальная конструкция, она абсолютно современная, или, я не знаю, какая-нибудь будущего, но сделанная, открытая в 12 веке, и продержавшаяся еще три века. Там было очень много железа, то есть железные связи, железные элементы внутри колонок вот этих вот тонких, иногда они даже делались в поздние готики, ну, в виде спирали, то есть они сжимались и разжимались, да, то есть пружинили, и при температурных изменениях они неизбежны. При камне там, они, это вообще все было гениально. А еще гениальнее было то, что, как и римляне, они использовали, ну, нечто подобное бетону, причем тонкостенные бетонные оболочки. Вот сверху эти своды, вот они складывались из камня, их там распирало, причем строили вот с таким наклоном внутрь, с тем, что когда свод замыкался, начали действовать силы распора, и они выпрямлялись. А вот эти вот мостики, которые передавали силы, они жестко не закреплялись, и можно было увидеть, я сам лазил. И они, грубо говоря, вставали на место. Они вставали на место, но они ползли и царапали очень сильно камень. И эти царапины... Видны? Видны сейчас почти во всех соборах. Удивительно. Это потрясающе. Значит, бетон покрывали вот эти вот, всю эту конструкцию такой общей массой. Ну, как вот современный тонкий бетон. И она работала не только вот как эта конструкция, там, стойка, балка, передач, вес, но и как более чем современная тонкостенная оболочка, единая. Слушайте, это очень интересно. Вы знаете, это рассчитывать, это мы сейчас плохо умеем, и это достаточно сложно. Дмитрий Олегович, ну, честно, вы вот очень заинтересовали нас. Мы как будто на лекции побывали на вашей. А можно вот простым людям, которые не учатся в университете, прийти, да, послушать? Сколько угодно. А как это сделать? Надо написать, наверное, свое желание выразить как-то там, кто. Потому что мы все-таки там у нас, мы с террористами боремся. Ну, естественно, безопасность. Да, вот, поэтому надо составить вот список с какого угодно количества людей, и не только мои лекции. У нас очень много всего интересного. Мы первые в списке с Максимом. Да, приглашаем. Я очень рад. Я очень рад. Мы вас хотим еще раз поздравить с днем рождения. Спасибо огромное. Мы очень рады, что вы к нам пришли в этот день. И спасибо за... Очень интересно. ...за эту лекцию. Можно даже так сказать. Спасибо вам. Спасибо.